Здравствуйте! Совсем забыла про Плеоне. И хорошо, что вспомнила сегодня, потому что пошла смотреть на них. Они уже стоят у меня на открытом балконе, так как вы знаете, что Плеоне не боятся прохладной погоды. Ну, естественно, чтобы заморозков сейчас не было. Ну, плюс 10 для них, плюс 8 нормальная температура. В данный момент они выпускают новые псевдобульбы с листиками. По идее, вот у фармасаны должен выходить вот отсюда цветонос. Ну, посмотрим. Пока я ничего не вижу. А вот Плеоне Тангарира выдал бутон. Видите? Сейчас я его поближе поднесу. И на остальных псевдобульбах Тангарира, кроме вот этих пока маленьких, начали выходить еще цветоносики. Ну, вполне возможно, что выдатый еще на том, на маленьком. Посмотрим. А вот фармасана пока нам ничего не выдала. На данном этапе я еще опрыскиваю поверхность. Ну, чуть-чуть больше, чем обычно. Грунт у меня просыхает. И я объясню, почему. Если мы начнем сильно поливать его, то орхидея решит, что наступил сезон дождей и сбросит цветы. Будет растить только листья. Вот когда уже большой цветок, мы поливаем чуть больше, чем сейчас. Ну, то есть, небольшим проливом или хорошим опрыскиванием. Небольшая влажность должна быть в грунте. Как только цветок опадет, мы начинаем обильно поливать наши орхидеи, чтобы орхидея набрала зеленую массу. Вот такое вот маленькое сегодня видео. Еще место у нее довольно светлое, так как у нас в марте солнце не обжигающее. Оно еще мягкое. Где-то до середины апреля. Уже где-то с середины апреля мне придется притенять эти плеёни или занести уже в комнату, чтобы им не было слишком жарко. Так как я уже говорила, что от жары у них могут коричневеть листья, и они могут их сбросить раньше, чем нужно. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.